Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Знаки» на Арктик ТВ. Мы выходим в прямом эфире и разбираем здесь гороскопы, натальные карты и вообще занимаемся профессиональной астрологией. Нам можно позвонить, и мы вам прогноз, собственно говоря, и сделаем. О политике мы не говорим, но говорим о погоде, о природе и о культуре. Итак, программу «Знаки» сегодня для вас ведет астролог Сергей Сказинский и журналист Анастасия Стронгина. Добрый день, дорогие друзья! О каких же прекрасных вещах мы все-таки говорим. Но чтобы нам дозвониться, нужно позвонить по телефону, который вы видите на своих экранах. И обязательно называйте дату, время и место вашего рождения, поскольку без этих данных астролог не сможет составить вам гороскоп. Ну, а я еще предлагаю вам подписаться на группу ВКонтакте, которая называется «Астрологический центр «Знаки». И здесь можно, вот прямо написано в самом начале, в нашей группе мы занимаемся профессиональной астрологией, составляем и интерпретируем натальные карты, анализируем судьбы, делаем, собственно говоря, прогнозы. У нас можно получить краткий бесплатный совет звездочета, но это если вы позвоните нам в студию или напишите здесь. Кстати, по тому телефону, который указан на экране, можно только звонить, писать смски туда не нужно. И записаться на подробную консультацию астролога, да и самому научиться этой древней системе знаний и стать профессиональным астрологом. У нас вот здесь разделы есть, обучение астрологии, вот уже группа набирается на октябрь, уже вовсю набирается. Мест практически не осталось, да, поэтому записывайтесь. Вот ваши вопросы астрологу здесь есть разделы, вот вопросы приходят, и мы постараемся максимально по возможности ответить на те вопросы, которые здесь у нас пришли. Ну, а я хочу вам представить «Веломишки» специальный клуб, где учат кататься на велосипедах и роликах. Внимание на экран. Спортивная роллер-велосамокат-школа «Белые мишки» приглашает детей и взрослых учиться катанию на роликах, велосипедах и самокатах. На улице зима, а у нас в спортзале всегда лето. Не упускайте возможность тренироваться на велосипедах и роликах круглый год. Не откладывайте на потом, а успеете уже сейчас научиться кататься. Прокачайте свои навыки и подготовьтесь к летнему сезону. Занятия ведут опытные наставники. Они научат ваших детей и вас кататься с самого начала, уверенно двигаться, совершенствовать свои умения, выполнять трюки, готовиться к соревнованиям. На базе спортивной школы работает прокат снаряжения. Телефон 208-006. 208-006. Спортивная роллер-велосамокат-школа «Белые мишки». Мы занимаемся круглый год и независим от погоды. Дорогие друзья, ну а я все же хочу вас пригласить на занятия по английскому языку. Поэтому, если эта тема вам интересна, то обязательно звоните мне и записывайтесь. Можно также обучаться лексике, грамматике и другому мастерству, например, ораторскому. Группы по ораторскому мастерству будут доступны уже в сентябре. Ну а пока что можно просто выразить свое желание и написать мне. А сейчас мы посмотрим небольшой мотивационный ролик от Стронгена Студио. Стронгена Студио. Напоминаю, что мы в прямом эфире. Можно нам звонить по телефону. И также отправлять вопросы в группе ВКонтакте, которая называется «Астрологический центр знаки». Ну, с чего начнем? Пока мы ожидаем звонков. Пока мы ожидаем звонков, да. У нас есть некоторые вопросы из сети. Так, пишет вам Татьяна. Одну секундочку, сейчас мне все это... Пишет вам Татьяна. Родилась она 11 сентября 1975 года. Время рождения 7.50 утра. Город Пржевальск. Из Сыкульской области, Киргизской ССР. Хотела узнать, мы хотим поменять жилье. Получится ли у нас продать наше и купить новое? Сейчас проживаю в Ростовской области, город Батайск. Так. Влияет ли место проживания в данный момент или нет на гороскоп? В данный момент нет. Проживаю. Сейчас он... Определит, покажет. Ну, на самом деле, где вы находитесь сейчас, значение-то не имеет. Значение имеет, где вы родились. Так, что-то я Пржевальск у меня был, но я неправильно пишу. Проживаю. Мамбам обычно сам подсказывает? Живальск. Он сам подсказывает, да, он мне неправильно подсказал. Дает географические теги. Да. Определяет местоположение. Так, что он мне еще показывает здесь? Поставит геометки. 18-й, Солнце 18-й. Девы, Марс, 16-й, Близнецов. Между ними квадратура. Человек такой бодрый, скажем, восходящий Плутон. На восходе, восход в лесах, на восходе Плутон. И я думаю, что такой человек, Татьяна, она тянет на себе все и вся. Все и вся тянет. Просто надо посмотреть переезд. Я так понимаю, все-таки это вопрос был к переезду. То есть продать квартиру в одном месте, купить в другом месте. Это же переезд. Не знаю, написано просто поменять жилье. Поменять жилье. Поменять жилье. Да. Да, выходит. Сейчас мы даже можем посчитать. Когда это случится? Ну, у нас есть различные методы прогноза в астрологии. И вот один из методов здесь транзитный метод. И он у нас будет показывать, что будет происходить там с тем или иным объектом. И когда что будет происходить. Ну, вот в ближайшее время здесь два элемента показано. В этом году один элемент показан, начинается с мая 21-го. Уже можно включиться в этот. И ближе там, допустим, к июлю, к августу уже решится вопрос. Это один вопрос. Но он там решается, как бы может не очень так, как хотелось бы. А вот зато в следующем году, в 22-м году, там решение вопроса легче показано. Но я не знаю, стоит ли ждать, потому что все растет, все в цене лезет наверх. Ну, вот сейчас есть, есть в этом году, есть в этом году. И есть в следующем году такой показатель. Сейчас я скажу, когда он начинается. Он начинается где-то в мае 22-го. Это уж там 100%. И к июлю, а может быть, сейчас мы посмотрим, мы уже в августе. И к сентябрю это все решится. Есть две точки, они выигрышные, они очень хорошие. Ну, я думаю, заниматься надо сейчас в этом году. Потому что, что у нас будет с ценами, что у нас будет со всем остальным, пока непонятно. То есть вы бы подстраховались, рекомендуете подстраховаться и купить жилье заранее. Надо, да, надо, надо посмотреть. Может быть, видите, поскольку две точки показаны, то есть, может быть, различные вариации между этими точками. На первой можно влезть в ипотеку там и купить. На второй точке продать эту и переехать. Так что там может быть длинный процесс, поэтому бояться его не надо. Так, кредитование, если мы в кредитование заглянем, да, Венера у нас здесь отвечает за чужие большие деньги. А она у нас включается, включается она у нас к этому лету. Поэтому, если есть желание, можно все это делать вот прямо сейчас. То есть Венера показывает возможность кредита? В данной карте, в разных картах она разное показывает. А вот в данной карте она отвечает и за личность человека, как она будет формироваться, и за то, что будет ли кредитование в ближайшее время. То есть можно ввесть, если надо. Или взять у кого-то. Мы не знаем это кредитование, не кредитование. У нас показаны чужие деньги, чужие. Ну, сейчас друг другу взаймы так не дают, потому что люди достаточно сейчас не такие, как раньше. Доверчивые, не такие доверчивые. Да, и здесь банковская система работает, но пока что вот все нормально. Единственное, ставка поднялась, банковская еще поднимется, поэтому кредиты подорожают. А что делать-то теперь будем? Сейчас после вашего сообщения все ринутся, узнаваются. Подождите, мы все же видели эти сообщения, что ставка... Потому что не видели и не осознавали. А сейчас вы так сказали, и все задумывались. Ставка растет, кредиты дорожают, следовательно, жилье чуть снижается. Ну, то есть вот палка о двух концах, не поймем, что делать. То есть вроде не один вы делаете прогнозы, а еще и банки, да? Ну, банки лучше делают прогнозы, они всегда в прибыли. Обращаются к вам тем не менее. Надо сюда банк посадить. Почему я здесь сижу? Должен сидеть банк и отвечать на вопросы. И отвечать на вопросы, они же все вреда в прибыли. А я-то нет, да? Да, что это такое? Несправедливо. Не то, что несправедливо, а пусть отвечают на вопросы зрителей. Действительно. Что делать, продавать, покупать там в этом году, в следующем. Они же лучше, наверное, знают. Ну, наверное, подразумевается теоретически. Теоретически. А вы отвечаете за все сферы подряд. Да, уважаемые друзья, напоминаю, что мы находимся в студии Арктик ТВ и есть телефон прямого эфира. И можно звонить, задавать свои вопросы. Да, пока вам вопросы задают вот из интернета. Анастасия пишет вам. Сейчас, одну секундочку, надо тут перестроиться. Перестраивайтесь в другой город. Родилась Анастасия 23-го, 04-го. 84-й год, 10-20. Город Кола. Так, написано у нас следующее. Сейчас сложная ситуация в жизни. С мужем разлад, осталась с ребенком, теперь неизвестность, куда дальше двигаться и где жить. Жили в Санкт-Петербурге, сейчас в Мурманске. Посмотрите, пожалуйста, мою карту. Где остаться жить и приобретать жилье? И где посмотреть вашу передачу, где вы отвечаете на вопросы? Посмотреть передачу можно здесь. На вопросы здесь же и отвечаются. Кроме того, на всякий случай, если вы пропустили программу на сайте Арктик ТВ, в архиве программы «Знаки», все это присутствует. Также выкладывается в группе ВКонтакте и на YouTube-канале Арктик ТВ тоже присутствует. Да, три раза можно посмотреть. Три раза можно посмотреть. Для фанатов. Три раза пересматривать. Для фанатов, да. Так, что у нас там видно? 23 апреля 1984-го, 10-20. Очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Тут надо разбираться. Там некоторые вещи достаточно непонятные. Во-первых, видно, видна большая перестройка, которая была вот прошлый год, может, кусок позапрошлого года. Вот это все менялось, все трещало, все ломалось. Как бы вот однозначно здесь не столько читается разрушение брака, сколько получение свободы и какой-то побег здесь читается. Вот так. Ну, не столько брак здесь никак. Потом, следующее, на что хочется обратить внимание, то, что нужно ли было брак официально оформлять. Потому что в той линии, где брак, вот в Стрельце, там и заходящий узел говорит о том, что не надо, он шептал в ухо, не надо заключать брак, не надо заключать брак. И планет свободы Уран, она тоже в ухо другое шептала, что может быть подождать и так далее. Поэтому в следующий раз с браком не спешите, не спешите. То есть не обязательно его заключать, можно как-то вот хитро вывернуться. Или когда уже будут там дети, устойчивые отношения, для того, чтобы дети имели имущество, там по наследным делам. Можно, конечно, сделать так, чтобы брак был заключен. А вот так бы любой бы астролог здесь не советовал этот брак заключать. И может быть именно вот эта роспись, она и привела к сложным взаимоотношениям. Дальше здесь, что показано, здесь Луна, у нас водолеи. Вот Солнце в Тельце, Луна в начале водолея. И здесь еще планета очень сильная, Плутон. И вот такой вот треугольник выстраивается на эту Луну. Называется он астрологией Тау-квадрат. И просто показатель такой, что вас должно трясти, колотить, но эмоциональное состояние у вас не лучше. И успокоиться тут с этой картой, вот мы ее рассматриваем, практически невозможно. И всегда будут тяжелейшие тут переживания. С этим надо как-то работать. Например, заниматься в группе у психолога, например. Или просто внимательно отслеживать свое эмоциональное состояние, за ним следить, заниматься какими-нибудь танцами или эмоциональной отдачей, чтобы не было вот таких тяжелых переживаний. Они видны. И в этом году эти переживания тяжелейшие показаны. Вот в этом году, вот они прямо начались, и они растягиваются до декабря месяца. Поэтому здесь что надо? А вам надо решать вопрос. Переживания тяжелые, погружение в себя, депрессивное состояние показано. В течение вот всего года. Конечно, здесь вот недавно было еще хуже, но вот оно остается. И с финансовой точки зрения тут провал. И поэтому вот что вам делать и так далее, тут очень-очень сложно. Нам Анастасия не написала, где она находится в настоящий момент? Там из письма непонятно? Нет, написано, что жили в Санкт-Петербурге. А, сейчас в Мурманске. Сейчас в Мурманске. Сейчас в Мурманске. То есть переезд уже состоялся. Собственно говоря, мы должны посмотреть на дальнейший переезд. Есть ли там указатели какие-то дальнейшего переезда, дальнейшего перемещения. Но здесь указатели такие, что не надо. Ближайший год. Ближайший год очень трудный. Если вы двинетесь куда-то, там очень тяжело будет и с финансами, может быть, и с работой, может быть, и с эмоциональным состоянием. Если у вас есть здесь, в Мурманске, например, кто вас поддерживает, или родители здесь есть, конечно, лучше остаться пока здесь. Лучше остаться пока здесь и вот этот год пережить здесь. Потом примите решение. Вот таким вот образом. Наверное, тут должен быть щадящий режим и резкие перемены на сегодняшний день такие. Пытаться что-то сделать, чего-то доказать, куда-то рвануть, смысла нет. Здесь надо привести себя в порядок, свой эмоциональный мир, отдохнуть в этом году, ходить, вот как мы говорим, в салоны красоты, если есть такая возможность заниматься собой, и все тогда, собственно, нормализуется. Вот такие здесь показатели. И обонимент спортзал обязательно. Ну, здесь не настолько спортивный человек. Ну, телец там. Хотя Марс в Скорпионе. А вдруг? Марс в Скорпионе. Почему бы нет? Нет, дальше, дальше, то есть мы залазим очень глубоко в вашу судьбу, зачем-то, не знаю. Но через год, через полтора года и чуть-чуть дальше планета Нептун, которая, вот Нептун дает высшую любовь. То есть если она что-то задевает, происходит какое-то вот обновление такое очень хорошее. Она задевает Марс. А Марс в гороскопе женщины – это всегда мужчина. И поэтому появление мужчины через полтора года видно. Но для этого надо привести себя в порядок, отдохнуть немножечко, и, я думаю, удача будет на вашей стороне. Замечательно. У нас, по-моему, есть звонок. Алло, мы вас слушаем. Алло, да, называйте вашу дату, время и место рождения. Алло. Алло. Алло, мы вас слушаем. Мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, вы нас слышите? Я вот хотела бы узнать о дальнейшем, вот о своей внучке. Как ее зовут? Внучка у меня родилась в школе. В школе Алина. Дата рождения такая. 04.12.2006. Время рождения знаете? В 10.10. В понедельник. В коже. Я бы хотела узнать о характере, наклонностях и в какую сторону ей двигаться. Проверяем. Алина. 4 декабря 2006. 10.10. Город Кола. Да, был понедельник. Был понедельник. Ну, видите, здесь такой вот боевой человек нарисован. Боевой человек. Солнце в стрельце. То есть, активный. Куда-то летит все время. Какой-то вот даже спортивный здесь показатель. Плюс луна в близнецах. Очень разговорчивая, наверное. Плюс полнолуние очень эмоциональная, наверное. И плюс... Да, да, да. И плюс неугомонная, непоседливая, активная. Большие лидерские качества. Хочет, чтобы все подчинялись. Хочет всеми командовать. Вот так вот показано. Есть травматизм. Повышенный травматизм показан. Не надо заниматься чем-то таким опасным. Не надо прыгать с парашютом. Кататься на мотоцикле. Не надо. Потому что вот опасности присутствуют. А так очень большая карьера показана. Вот на сегодняшний день она может сильно бороться за свою свободу. За независимость. Хочет вот как-то себя проявить. А в будущем она будет каким-то вот руководителем, наверное. Руководителем чего-то. А чего не знаю. Она какую-нибудь профессию уже выбрала? Ну, мы ее заставляем идти в медицину. Но она хочет быть стюардессой. Пусть она будет стюардессой. Здесь немножко, ну, немножко не медицинский гороскоп. Здесь гороскоп человека, который куда-то летит. Вот это больше. Который куда-то стремится. Может быть, не стюардессой. Может быть, на пилота пойти. Ну, серьезно? В летчики. Но боевой. Понимаете, человек очень боевой. Очень свободный. Очень активный. И стрелец заполнен. Стрелец – это вообще какие-то поездки дальние, опасности показаны. Ну, вот здесь либо пилот, стюардесса. Почему бы нет? Хочется вдаль. Я не спорю. С медициной, понимаете, медицина требует усидчивости, кропотливости. Значит, очень большого погружения в работу. А у нее по характеру, ну, вот, движуха. У нее непоседливость по характеру. Ну, я не знаю. Конечно, можно пойти в медицину, но каким-то таким врачом, где там надо ходить, все время разговаривать. Но не знаю. Мне кажется, легче, чем всем будет, если у нее будет какая-то вот такая интересная профессия. Но она все равно будет руководителем. Даже если она пойдет в стюардессы, она потом будет учить этих стюардесс или там что-то такое делать. Алло, алло. Спасибо, Сергей Михайлович. Спасибо вам большое. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. А вы всегда хотели быть лингвистом? Скажи, я всегда хотели быть стюардессой. Да. С переводом точно всегда хотела быть связанной. То есть вы хотели конкретно работать с текстом, углубляться в него? Углубляться чуть позже пришло, а вначале хотелось песни слушать. Даже когда непонятно о чем, они все равно очень красивы. Все равно нравилось само звучание. Поэтому да. Ясно. Ну, вот иногда характер, видите, нашу судьбу дальнейшую проецирует. И вот есть же поговорка на Востоке, что посеешь желание, пошнешь привычку. Пошнешь привычку, посеешь привычку, пошнешь характер, а посеешь характер, пошнешь судьбу. Придумай пословицы, не запомнишь все сразу. Да, то есть очень часто характер влияет. И как раз праздник-то у нас тут был. Восточный праздник вот сейчас был, да, Наврус называется. Наврус, расскажите нам. Но на самом деле он из астрологической кипы, понимаете, вылезает. И он доисламский праздник, очень глубокий, очень глубокий доисламский. Конечно, восточные народы его встречают там, где был раньше зороастризм. И этот праздник так и называется, Новый день Наврус. Но где-то он переводится как обновление. Вот эти два слова в сочетании, как обновление. Да, это Новый год. И Новый год настоящий, Новый год календарный. Потому что он связан действительно с теми ритмами, в которых начинается весна. И весна у нас начинается с точки весеннего равноденствия. Этот праздник на восходе солнца, после прохождения солнца, в точке весеннего равноденствия отмечается. И у нас даже в нашей славянской традиции остались осколки этого праздника. Когда-то и славяне его отмечали. Это сейчас Масленица. Масленица. Проводы зимы, начало весны. А раньше больше Навруса отмечали? Ну, может, он Наврус и не назывался. Может, он назывался просто Новым годом. Или еще каким-то. Или Ерилой какой-нибудь. Как угодно. Ерила – это солнце, сила солнца. Хорс, там солнце. Кстати, это персидское название, заимствовано славянами. Откуда оно заимствовано, непонятно. Но это тоже солнце. И поэтому это праздник солнца. Блины в честь Бога солнца. Гуляния. И они совпадают. Немножко они в календаре расходятся. Потому что календари разные. И календари немножко разошлись. А Пасхали отмечаются у нас точки весеннего равноденствия, рассчитываются. То есть берется 21 марта. Правда, у них календари разные. Если бы они взяли за основу точку весеннего равноденствия, а не 21 марта, то тогда бы у них, у всех Пасха бы совпадала и не было бы проблем. Просто привязались к дате, а надо привязываться к астрономическому событию. Вот и все. И с 21 марта, потом первое полнолуние, и первое воскресенье после полнолуния. Вот и все так рассчитывается Пасха. То есть весеннее равноденствие присутствует практически во всех культурах, во всех культурах, живущих на нашей планете. У вас много знакомых, которые отмечают этот праздник? Ну нет, астрологи, которые в свое время... То есть астрологи как-то особенно чтят это? Конечно, у нас же еще праздник наш, астрологический, 20-го числа. Да, я вас поздравляю. Спасибо, Международный день астролога. И у нас уже 30 лет, как тут существует школа, открытая Павлом Глобой в 91-м году. То есть вот мы раньше собирались с большими компаниями, а сейчас, ну, поменьше. Ну, вы в группе пустили клич, я смотрю, так люди отреагировали. Ну, там 90 человек отреагировало. Хотели бы собраться вновь, видимо. Но сил пока не хватает, надо вот привести себя в порядок. Ну, оживились, оживились заметно, если вы заметили. Народ оживился, да, народ оживился, да. Очень интересный праздник. И причем этот Новый год, вот мы свой Новый год отмечаем в полночь. И кушать в полночь, и выпивать очень плохо. А вот на восходе и кушать, и выпивать, ну, самое то. Поэтому и день проходит лучше, и там сложностей с организмом не возникает. И так далее. Так что у нас, видите, и опять же, Новый год коня начался. Вот такие у нас есть 32-летний календарь. И там вот есть год коня. Да, он отличается от лошади китайской. Там совершенно все по-другому. То есть вот такие вот ритмы. Человек сам себе ритмы придумает со своим календарем. А есть вот те ритмы, которые природные. И вот сегодня у нас такая погода замечательная. Весна наступает именно после 21 марта. Погода такая в вырви глаз, когда солнце светит, снег усиливает это свечение. И заметили, как сегодня ярко, что уж невозможно смотреть. А, кстати, культурные традиции, те, которые вы сейчас назвали с Наврузом, связанные, они всегда вот под праздник подстраиваются, я имею в виду, пища, прием пищи, время. Или это больше рандомно происходит? Нет, здесь, видите, здесь как происходит. Здесь в астрологии все подстраивается под время. Определенное время, там планета зашла, планета ушла, восход, закат и так далее. То есть здесь все. А пища же вытекает из собственных культурных ценностей. На юге растут орехи. То есть никто не руководствовался какими-то принципами? Нет, на востоке-то там орехи, там проросшее зерно и так далее. А у нас здесь что? Хлеб да молоко. Что у нас здесь? Блины, пики. Действительно, что? Блины вот хотя бы. Пики, блины, икра здесь, рыбы красной много было. А раньше икра черная так не очень ценилась. А икра красная вообще не ценилась. Так я помню, мы черную ложками вообще ели. Прекрасно было. В досоветские времена. И еще было легче с этим делом. Поэтому вот так вот происходит. А ваши любимые блины какие? Я не знаю. Знаете, дома у нас традиция такая. Вот все едят суши, а мы едим блинуши. Это такие маленькие блинчики. И в них заворачиваются рыба, икра, рыба с сыром и так далее. Как хочешь, заворачивай. И вот как-то суши не едятся с рисом. А блинушка запросто. А рыба красная, белая, икра, и сыры различные в различных сочетаниях. Это называется блинуши. И едятся. И мы даже использовали, вот когда туристов возили, им блинуши очень понравились. Они никогда такого не ели. Вот бы выдал тайну, а так бы мог создать арктическую кухню. Да, может, никто и не услышит. Не примет. Не слушайте, пожалуйста. Да, не примет во внимание. Хорошо, у нас еще вопросы остались. Давайте, пожалуйста. Есть вопрос у нас от Марины. Родилась Марина 2-10. 2-10. 97-й год. Мурманская область, город Кола. Время 10-15 утра. Хотелось бы узнать, будут ли какие-нибудь перемены в жизни. Когда будут дети, и когда выйду замуж, и что еще можете сказать по 2021. Ну, как всегда, самые сложные вопросы. Самые сложные. Достаются. По здоровью у вас не спросили. Почему банк здесь не сидит? Что? Банк пусть отвечает. Банк, консультант. Так, Марина. 2 октября 1927 года, четверг, 10-15, Кола. Значит, что мы смотрим? Двойные весы. Вот Солнце и Луна прямо в знаке весов находятся. И, как бы, двойные весы всегда будут такие вот двоякие. Всегда здесь выбор стоит. Всегда то, не то, это, не это. Всегда. Но зато тяга к прекрасному. Тяга к эстетике очень хорошо показана. Свободолюбие такое вот у человека. Желание иметь, может быть, какую-то свободную профессию. Показано вот так здорово. Дальше асцендент, который на восходе. Да, у нас восход в астрологии асцендента называется. Здесь в знаке Скорпиона. То есть человек еще такой переживательный, ведливый. Венера, они в первом доме находятся. Марс, Плутон в первом доме находятся. Ого-го. Хочется сказать. И здесь, наверное, ну, человек такой вот и в чем-то даже решительный. И в чем-то даже решительный. И очень интересный. Здесь вообще, ну, здесь как бы выделена вот эта зона натальной карты, которая справа находится у асцендента. А левая пустая. Вот левая за коллектив отвечает, а правая за индивидуализм. Он отвечает. Поэтому тут рекомендуется больше индивидуализма в жизни. Больше. Больше, значит, думать о себе. И люди потянутся. И люди потянутся. Не далее, как в этом году. С лета. Опять же, этот самый Нептун, который дает... С которым мы уже знакомы. С которым мы уже знакомы. И который дает эйфорические переживания. Делает к Венере. Представляете, к Венере. Трегун. И поэтому получается, что здесь вспышка личных переживаний. Именно в этом году. Именно с этого лета начинается. И поэтому вторая половина года в этом году должна посвящена быть выстраиванию каких-то отношений. А вот отношения на прочность будут проверяться уже где-то с весны 22-го по конец 22-го года. Там непростое время будет. А сейчас, в этом году, вот все прямо карты в ваших руках. Для этого надо что-то сделать. Личные показатели очень хорошие. Вплоть до того, что можно даже завести ребенка в концу этого года. Может, у нас об этом и спрашивают. Можно завести. Там дальше тоже показатель. Если вы сейчас не справитесь, дальше показатель есть. В 25-м году. В 25-м году. Это тоже показано. Может, это второй ребенок. Поэтому вы не волнуйтесь. Все здесь присутствует. И просто надо что-то сделать. Какой-то шаг. Давайте стройте проект. Как вы познакомитесь. Как что. И так далее. Стратегию. Стратегию, да. Открывайте все свои странички в интернете, которые есть. Учитесь там переписываться. Ну, не знаю. Здесь молодость же показана. Всего, навсего 97-й год. И встретить тут своего человека жизни. Вот просто. Просто вот эти возможности на этот год очень хорошо показаны. Поэтому очень вам рекомендую этим заняться. Дальше. Здесь еще вопрос так стоит, что, возможно, кто-то из родителей, возможно, мама, очень властный человек. И тоже что-то свое советует. И что-то требует. Вы пока слушаете только себя. То есть подумайте, что вам надо для счастья. И займитесь вот этим счастьем. Вот так вот. Дальше о переменах говорить пока сложно. Потому что через год там все как бы у вас может поменяться. Все может поменяться. Но пока об этом говорить сложно. Рано говорить. Надо посмотреть, кого вы встретите по жизни. А встретите вы кого-то обязательно. Мы все время говорим, открывайте страницы, открывайте. Я смотрю, как были закрыты, так и остались. Но мне тоже люди пишут. Никто не открывает страницы. И говорят, почему я ни с кем не познакомилась в прошлом году, а я пробую написать этому человеку. Не пишется, потому что нельзя написать. Пробую открыть фотографию этого человека. Не открывается фотография. Не пробить броню прямо. Не пробить броню. Все закрылись. И чего-то ждут. А, наверное, ждут они следующего. Что какой-то принц на белом коне... Разгадает, как взломать страницу. Да, найдет ее, когда она идет от крыльца до такси, доходит. И он прямо на коне ее схватит. На коне, на козе будет ждать с цветами. Да, он прямо будет ждать. И сразу замуж позовет. Да, у нас очень много сейчас инструментов для знакомства. И ведь раньше было, в советские времена, были там и клубы знакомств были. И вот в ДК Кирова, там на третьем этаже был танцевальный зал. Такой у них вечеринки проводились. Назывались «Те, кому за 30». Замечательно. И, значит, газеты выходили с... Такое уже пожилое население, кому за 30. Сейчас кому за 30, это молодое население. Молодежь пока еще до 35. А в 70-е это пожилое уже население было. Да, сейчас как-то время сдвигается в другую сторону. И получается, что и тогда инструменты были, которыми надо было пользоваться. Например, свахи были. Да. Где сейчас свахи? Не знаю, наверное, где-то там деньги зарабатывают в своих брачных агентствах. Деньги за брачные агентства сейчас есть. Сейчас есть интернет-площадки специальные и так далее. Надо, надо, надо подключать все, что можно. Ну и, конечно, знакомых, родственников тоже надо. Ищите мне кого-нибудь тогда сказать. Ищите. Сосматривайте меня. А я буду, а я двойные весы, а я буду сомневаться. Да, я буду выбирать. Я буду выбирать. В 20 сватали, 20 не хотел, да? В 30, в 40 самое то. Так, еще у нас есть вопросы. Так, напоминаю, что у нас телефон прямого эфира вы можете увидеть на экране. Можно нам звонить, и мы вам дадим какие-то полезные советы. Они, эти полезные советы, очень дорогие, если вы будете обращаться к Астрову. Но для наших зрителей они всегда бесплатные и в любом количестве. А вы, между прочим, не звоните. Привиление. Теряйте время, да. Я понимаю, что мы выходим рановато, вы еще все на работе. Но бабушкам можно оставить на кассу, они нам позвонят. Можно, можно. У нас следующий вопрос будет связан с парой, поэтому тут два гороскопа, чей изначально будем рассматривать. А что пара? Мужчина-женщина? Мужчина-женщина, да. Ну, а кто, если женщина задает, будем женщину смотреть первую. Так, давайте тогда женщину. Родилась 22-го... Как зовут-то? Наталья. Родилась 22-го, 0-3-го, 75-й год, в 16-0-0, примерно написано Мурманск. Хотела бы узнать, что ждет меня в 2021 году в сердечных делах. С мужчиной своим по несколько раз за год расходимся и сходимся. Измучилась. По гороскопу хорошо подходим, а в жизни другое. Думаю, разорвать в конец или подождать консенсуса. У нас сейчас звонок. Может, возьмем звонок и продолжим. Пожалуйста. Алло, мы вас слушаем. Алло, алло. Алло, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте еще раз. Я только разговаривала с вами. У меня много внучек, и поэтому у вас душа болит за старшую. Хочу узнать, что же ее тоже ждет. Она родилась. Родилась 24-го, 4-го. Тысяча. Тысяча девятьсот девяносто шестой год. Так. Девяносто шестой. Четырнадцать тридцать среда пола. А зовут-то ее как? Надежда. Жгите. Хочу узнать о дальнейшей ее вопросах, как у меня складывается жизнь, работа, семейное положение. Так, проверяем. Двадцать четвертого апреля девяносто шестого года, среда, четырнадцать тридцать кола. А скажите, пожалуйста, она замужем? Ну, нет, пока не замужем. Ну, здесь у меня вот по прошлому году, поэтому там любовь везде вот показана. Ну, как бы, не знаю. Любовь есть. Любовь есть. Но любовь есть. Ну, спешить не надо. Не надо спешить. Значит, вот здесь показано, что вот в этот февраль, что ли, февраль, что ли, кусок января тут какие-то тяжеловатые. Как-то, как-то тут сложно было. А сейчас все закончилось, все вроде нормально. Вопрос. Она не собирается менять работу? Она ищет всю работу. После института никак не может найти работу. И не знает, где определиться. А она кто по специальности? Она юрист. 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 Что вы думаете? Я думаю, что надо идти... А что в суд не идет? Секретарем суда? Или еще кем-нибудь? Будет судьей. Ну, что-то пошло, не понравилось. Да, конечно. Видимо, испугалась коллектива. А коллектив змеиный везде, понимаете? Женский серпентарий, он везде присутствует. Здесь, как бы, есть коллективом, я не могу сказать, что повезет. Она очень переживательный человек, очень переживательный. И капризный, к тому же. Это не то, то не так. Прямо принцесса на горошине нарисована. Вот так вот. А здесь что рекомендуется? Что рекомендуется? Рекомендуется идти на работу, где вот она пойдет по карьерной лестнице вверх. Вот так вот. Хотя она такой человек, знаете, осторожный, очень осторожный. И очень такой переживательный. Ну, не знаю. Есть работа, есть показано. Работа начинается с этого года. С этого года. Работа будет непростая. И вот после того, как она устроится, надо будет немножечко потерпеть, полгодика, наверное. И тогда там все встанет на свои места. Конечно, надо идти в суд. Идти в суд и работать там. И в конце концов она будет известным человеком. Она сдаст экзамены через несколько лет на судью. И, собственно говоря, мы увидим здесь успех. И очень-очень много работы. Ну, можно будет в декрет уйти, спастись от этой работы на какое-то время. И все. А потом дальше работать. У нее очень родители как-то. Родители или вы тут очень заботливые, слишком показанные. И как бы жалеют ее. И как бы поддерживают. Это очень хорошо. Но здесь надо какой-то шаг делать. И не бояться этого шага. Мне кажется, такие люди востребованы. Она очень ответственный человек. Очень ответственный. Очень переживательный. Яркий, заметный. Ну, нету тут проблем с работой. Нету. Можно идти вот и устраиваться к лету. Можно уже устроиться вообще и на всю жизнь там остаться. Размышления. Так что вот так. Значит, сколько? 96-й год. Это сколько лет? 4, 5, 25 будет. 25. 25. Возможно, брак будет в районе 27. Вот через пару годиков, может, брак будет официальный. Вот так. И впереди показан, ну, как бы вот там любовь-любовь показана. Может, будут дети впереди. Поэтому надо устроиться на государственную службу, вот эту вот работу. И спокойно себе уйти, там, в декрет. Пару раз можно даже сказать. Это советы у вас. А чего? Долго ищем, ищем работу, а потом можно от нее уйти. Да. Вот так и надо. Ну, хорошо, я думаю, на этом вопрос. Ну, вот на этом все, да. Вот еще что можем сказать. А мы вернемся к нашему вопросу предыдущему. А мы к предыдущему вопросу. Мы занимались... Уберите нам, пожалуйста, громкость. Натальей. Натальей. 22 марта, 75-го, 16 часов. Так, есть у нас еще Александр. Думаю, наверное, как? Сейчас. Мы сначала Наталью посмотрим. Наталью посмотрим. Ну, значит, что у нас у Натальи видно? Ну, во-первых, видно Солнце в Овне. Что это значит? Соединение с Юпитером. Вы знаете, что такое Овен вообще? Можете представить? Овен. Это баран, летящий вперед. Упетый или что? Да, это избыток активности, избыток энергии показан. Причем человек летит вперед, у него нет тормозов, и он не думает о том, что будет происходить. Это первое. И это Солнце в соединении с планетой королей Юпитера. И Юпитер находится, мало того, что он Солнце это усиливает, да, там вот летишь вперед, он еще находится в первом градусе Овна, а это градус вепря, ну, как бы кабана, который несется по жизни. Поэтому, ну, как бы вы созданы... Выводы, какие мы можем сделать? А Марс, который управляет Овном, он находится в Водолее. То есть человек летит вперед, принимает решение, действует, он не понимает, что происходит. Он понимает это только потом, когда уже все случилось. И как бы, Наталья, вы созданы для какой-то великой борьбы. Для какой-то великой борьбы созданы. И эта великая борьба происходит, к сожалению, в вашей личной жизни. И как ее отсюда убрать, я не знаю, потому что вас не исправить. Асцендент у вас в Альве, то есть вы королева, собственно, вот я. Луна в Раке, это тоже истерический показатель такой небольшой, что чувствительность высокая, и психологизм, и копание. Господи, вот как вы живете, да? И Сатурн, который у нас отвечает за терпение, находится в Раке. И он там в слабом положении, терпения здесь совершенно нет. И еще он подавлен очень сильно. Поэтому, собственно говоря, вот вы описали свой характер в личных взаимоотношениях. То есть и линия брака здесь... Ну, Марс за мужчину отвечает, он здесь тоже как-то вот буйноватый. Сейчас мы этого мужчину посмотрим. Что показано? Пожалуйста. Мужчина Александр. Александр. Родился 20-го, 12-го, 78-го года. Время здесь не указано. 20-го, 12-го, 1978-го года. Хоть где я родился не написано? Нет. Так, сейчас Александр поставим. Ну, Александр Стрелец. Тоже, да, летит вперед. Марс тоже близко к Солнцу. Наверное, в соединении с Солнцем. Со стороны Козерога тоже властный. Возможно, в Деве, а может, во Льве. Луна тут мне непонятно из-за этого. А в Скорпионе Венера. Или с Ураном в соединении. Очень странная барышня у нее показана. Значит, сейчас посмотрим. Вот Марс у него в шестом Козерога. В шестом Козерога. И вы мне говорите, что вы хорошо подходите по гороскопу. Вы начитались с журналов и книжек, что Стрелец и Овин хорошо подходят. Но это все книжки. На самом деле, надо разбирать вот эти две карты. И, значит, Марс там у него в шестом Козерога. А Венера здесь в четвертом Тельца. В четвертом. Да, подходите нормально. Венера, Марс в тригоне. Но вы будете вот так вот барахтаться. Это ваши характеры. И с ними ничего не сделать. То есть здесь можно только посоветовать вам. Только посоветовать вам. Перенести центр вот этих вот выяснений отношений из личного плана в какой-то рабочий или в социальный, или в хобби какой-то. Все. Характер ваш останется характером. Вы его можете испортить, но ничего этим не добьетесь. Здесь надо каким-то образом переводить стрелки напряжения в другое состояние. И он активный, и вы активный человек. И здесь в конце и края... Это отношения такие с концом и краем? Да, да. Просто два сильных. Если бы был мужчина там какой-нибудь водный, может быть, Наталья его бы подавила. Или еще что-нибудь. Ну, пока вот так. А у нас есть звонок. Алло, да. Здравствуйте. Алло. Эх, давайте знакомиться. Алло. Алло. Это вы? Здравствуйте. Алло. Да. Соединили меня? Соединили. Здравствуйте. Я давно смотрю вашу передачу. Очень нравится. Я коренная норманчанка. Да, да. Спасибо. И переживаю за своего сына. Вот можно у него, как говорится, никак не жениться. Узнать его судьбу. Как сына зовут? Родился в Мурманске. Константин. Мурманск. Дата рождения какая? 17 февраля 1985 года. Время? Хоть немного что-то можно узнать. А время рождения есть у вас? Известно? Да. Нет, время я не знаю. Я не помню как-то. Вот не говорили тогда. Ну, утро, вечер, может, вы помните. Утро или ночь вот что-то такое вот. Я в таком шоке была. Конечно. Что видно? Что видно? Виден водолей. Первый раз. Понимаете, водолей. Водолей всегда свободный. Но он показан человек, понимаете, в глубине себя находится он все время. Он такой вот как бы сам по себе. Да, 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 да. Он сам по себе. И что тут сделаешь? Да. Вот поэтому я переживаю. Так, уже 35 лет, да? Да. Ну, может, он встречается с кем-нибудь там, женщина какая-то. А жених бы ему там светит? Без времени мне не сказать точно. Без времени не сказать. Вы знаете, вот серьезно не скин. Не серьезно не скин. Но он одиночка по жизни показан. У него большие перемены, конечно, будут. Будут. Будут большие перемены. И у него показана возможность заведения ребенка. Но без точного времени рождения мне сказать трудно. Потому что зависит это от Луны. Луна очень быстро движется. И она в конце козерога в 27-м градусе. Ну вот, если возьмем 5 утра. Вот я на 5 утра построил. Если возьмем 5 утра. То примерно в 23-м году у него может завестись ребенок. Может быть там. Может быть там и будет какое-то взаимодействие с женщиной. А с работой не подскажете с работой? Времени нету. Времени рождения нет. С работой. Значит показатели хорошие. Если он ищет работу или хочет поменять. С мая по октябрь. С мая по октябрь. Хорошее время. Если он хочет поменять работу. Или что-то сделать получше для себя. Огромное вам спасибо. Крикам вам здоровья. До свидания. Спасибо. Как раз оно мне понадобится. Оно мне пригодится. Спасибо большое. Уважаемые телезрители. На этом мы прекращаем отвечать на вопросы. Время нашей программы заканчивается. Всего вам доброго. От астролога. И я передаю слово своей коллеге. А перед этим посмотрите пожалуйста ролик про велоклуб. Веломишки. Спортивная роллер-велосамокат школа «Белые мишки» приглашает детей и взрослых учиться катанию на роликах, велосипедах и самокатах. На улице зима, а у нас в спортзале всегда лето. Не упускайте возможность тренироваться на велосипедах и роликах круглый год. Не откладывайте на потом. А успейте уже сейчас научиться кататься. Прокачайте свои навыки и подготовьтесь к летнему сезону. Занятия ведут опытные наставники. Они научат ваших детей и вас кататься с самого начала, уверенно двигаться, совершенствовать свои умения, выполнять трюки, готовиться к соревнованиям. На базе спортивной школы работает прокат снаряжения. Телефон 208-006. 208-006. Спортивная роллер-велосамокат школа «Белые мишки». Мы занимаемся круглый год и независим от погоды. А я также хочу напомнить, что можно записаться на курсы по английскому языку по телефону плюс 7 960 021 06 20. А сейчас мы посмотрим небольшой ролик «Английский для мечты». «Английский для мечты». Дорогие телезрители, программа подошла к концу. Обязательно звоните нам и пишите. Ну а мы с вами увидимся в следующей программе «Знаки 2.0». «Знаки 2.0». «Знаки 3.0». 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 Продолжение следует...